всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня предлагаю просмотру макияж в стиле собирайся со мной smokey eyes начинаю с праймера в моем случае это от люмине матирующая база не фанат ее но решила что мне пора начать ее использовать и на внешние выступления лица наношу базу свою любимую сияющую от catrice на губы наношу бипантен это не продукт для губ но я очень люблю использовать именно для губ и в качестве тональной основы сегодня буду смешивать поясы она более легкая такая на каждый день и добавлю буквально буквально капельку тональной основы мейкап кавер от дермакол которая как грим идет супер пигментированная в общем то на самом деле мне довольно в принципе понравилось довольно в принципе но не могу сказать что я фанат этой смеси дермакол вообще сама по себе очень тяжелая и поэтому будьте с ней поаккуратней просто у меня в этот вечер было события и я хотела посмотреть что будет если их смешать в общем то конечно дермакол очень хорошо все перекрывает но и лицо тоже очень утяжеляет и в конце вечера смотрится как бы не лучшим образом скажем так дальше буду контурировать стиком от catrice но буду контурировать им сначала свою самую проблемную зону эту линию подбородка потому что сухими продуктами не всегда удается так детально ее проконтурировать в общем то не вникайте в эти подробности дальше перехожу консилеру мой любимый единственный фаворит это catrice в десятом оттенке наношу на область под глазами только в том месте где у меня синячки ни в коем случае не наношу туда где мимические морщинки потому что иначе все это будет выглядеть не очень и наношу спонжиком люблю наносить все и сразу же не даем припудриваю все это чтобы в общем не успел консилер сильно скататься складочки припудриваю тоже с помощью влажного спонжа этот метод мне очень нравится нет эффекта перепудренности в общем все так легенько получается так как я в принципе люблю дальше я буду наносить как бы хайлайтер но хайлайтер пудра моем понимании большой кистью можно сказать практически на все лицо чтобы не потерять сияние этот дальше перехожу к бровям заполняю их своим обычным карандашом для бровей темно-коричневым случае я сначала просто как бы наношу цвет если можно так сказать а потом детальной кисточкой уже буду распределять цвет который нанесла от карандаша по форме своей брови в общем такая у меня может немного странная техника то есть у меня карандаш как помадка и я ее распределяю по такой форме которой мне нужно и в конце обязательно добавляю гель для бровей у меня от essence в светлом оттенке немного на камере почему-то мне показалось что как-то рыжит свет не идеальный я это прекрасно знаю что свет почему-то желтый я не супер выстраивать свет и так далее я в общем не специалист в этом вопросе как вы уже поняли в общем гель отлично закрепляет и держит брови просто на ура дальше нанесла консилер я навеки свой любимый который в качестве праймера использую и также свой любимый праймер maybelline color tattoo в белом оттенке наношу его всегда люблю его буду любить его всегда рассказывал о нем своих фаворитах и не раз дальше я буду наносить такой оттенок с шиммером ну он такой скажем серый металлик но и буду смешивать немножечко с бронзовым чтобы не было не чисто серый оттенок я хочу чтобы был такой бронзовый серый в общем-то это такой порыв креатива не запланированы макияжа и потом буду работать со складкой на нанесу теплый бронзер складку мне нравится сейчас теплые оттенки часто очень популярна очень нравится мне кисточка моя от essence она такая длинная и пушистая отлично наносит цвет на косточку и в общем я расскажу еще они и наверное позже своих фаворитах по кистях и дальше тоже работаю со складкой века но с внешним уголком затемняю его более темным каким-то матовым оттенком любым коричневым который у вас есть поэтому я особо не показываю детально какие оттенки использую потому что любые какие есть подойдут любой темно-коричневый подойдет также дублирую все это на нижнем веке люблю тоже шиммер на нижних веках и на верхних вообще в общем все это продублировала я на нижнем веке и пушистой кисточкой также все это растушевала вот бровь светлый матовый любой оттенок тоже можно и не наносить в принципе но если нанести просто выглядит аккуратней как мне кажется дальше не буду подводить слизистую на черный последнее время не использую хотя можно в этом случае для смоки айса черный у меня essence оттенок 05 rocking taupe тоже рассказывала мне в принципе нравится как он смотрится не совсем светлые и не совсем темные то что надо для меня обязательно внутренний уголок вот верхнего века тоже подчеркиваю каким-то темным карандашом мне кажется так более четко глаза смотрятся далее оформлю внутренний уголок можно наносить какую-то базу можно не наносить можно просто сразу тени наносить но я хотел чтобы у меня точно все держалось подольше так как у меня я говорю я хотела в гости в этот вечер и мне нужно было чтоб стойкость была с мэйблин колор тату можете уверенно быть на сто процентов что никуда ничего не денется и почему я люблю именно белый оттенок потому что на нем любой оттенок смотрится ярче и дальше я накрасила ресницы вне камеры завела их и перехожу к лицу буду наносить бронзер от the ball мой любимый богом а мама лицо последнее время совсем не контурирую просто использую бронзер и делаю что-то среднее между бронзером и контурированием вот так мне как-то проще выделяю скулы в общем идеальный бронзер идеальный оттенок также много на виски наношу но совсем немного чтобы как-то не перебарщивать в общем также этим же оттеночком немножко проконтурирую свой нос но это совсем не обязательно просто единожды проконтурировав его мне кажется невозможно дальше оставаться равнодушным все время хочется сделать его каким-то более идеальным если вы понимаете о чем я говорю также под нижней губой очень такой интересный трюк губы действительно немножечко кажется больше дальше все хорошенечко растушевываю и перехожу к любимой части буду наносить хайлайтер от корейской марки мамонды тоже рассказывала уже не раз про этот хайлайтер очень люблю его и очень люблю пользоваться обычной кистью растушевочные для глаз такого небольшого размера позволяет мне нанести на туда куда я хочу они так чтобы это было на пол лица хайлайтер в общем люблю небольшую линию такую под тушевую сразу хайлайтер очень нежный очень красивый как дневной так и вечерний и наношу на все места куда обычно наносят хайлайтер на скулы даже немножко могу на яблочко щеки нанести вместо румян как бы над бровями на нос над губой и обязательно все промакиваю как бы скажем еще влажным спонжем чтобы все это держалось лучше и ушла лишняя как бы напудренность от лица и и последним таким штрихом в макияже глаз будет металлические жидкие тени от catrice liquid metal cream eyeshadow оттенок 010 они такие супер супер металлические супер такие цветы шампанского в общем супер праздничные наношу их буквально на серединку века и ближе к ресницам как бы чтобы у меня нависшее века чтобы не сильно отпечатывалась наношу буквально вот капелюшечку и здесь очень нужно подождать пока они застынут чтобы они не отпечатались у вас по всему веку и дальше обычно просто крашу губы и даже нечего объяснять лично подвожу их бежево-коричневым карандашом и красу обычной нюдовой помадой своей любимой от манхэттен я даже не знаю где еще с можно купить не берусь говорить любая помада нюд подойдет любая немножко с розовинкой с персинкой как вы любите подойдет на ваш вкус самый мой любимый финальный шаг который я делаю просто всегда это когда ресницы мои подсохли уже завитые я обязательно завиваю их еще раз потому что так они раскрываются от туши они падают в общем так создается некий баланс в общем то если вы понимаете о чем я на этом все макияж готов такой вроде и вечерний но с другой стороны не супер темный что-то в общем среднее между легким и смоки айс я последнее время очень люблю видеть у меня нет никакой подводки все так живенько скажем так и спасибо что смотрели и до новых встреч всем пока пока и и и и и и и